всех приветствую сегодня хочу нарисовать маленький этюдик мышонка жена попросила в спальню год мыши вроде бы как так что придется рисовать мышонка выбрал в интернете вот такого нашел интересного вот такого мышонка нашел как бы с натуры конечно вы не напишешь мышей у нас пока нет при придется пользоваться какие краски нам понадобятся в мышонке в этом коричневая коричневый доме так вот у меня в тумбочке краски так умбра натуральная сейчас быстренько про проговорю марс коричневый темно-прозрачная отличная краска марс оранжевый для шкурки подойдет совсем немного на такой формат тут буквально по полграмма краски так ну вот невозможно не пригодится но если есть пускай будут сиены все вот эти хотя начинающим художником лучше брать небольшое большое количество краски для того чтобы уметь создавать оттенки как бы через трудности потому что такие промежуточные краски как сиена там какие-то охры их можно набирать как бы и подбирать имитировать ну то есть составлять не имитировать составлять это не очень просто на первых парах но потом но все-таки через трудности вот как бы мы растем как его мы должны как бы сначала трудно потом потом легко работать так коричневые пару желтых даже один желтый желтый темные так умбра натуральная нет даже не будет умбра лучше сажи возьму сажа немножко сажа с оранжевыми с там с некоторыми видами коричневые это тоже умбра зеленый какой-нибудь для оттенков можно зелененький взять белила конечно же белила основная краска и побольше берется так какой-нибудь красный кадмий будет вот красно светлый а еще тут розовенький нужно будет у этой мышки ручки ножки розовенькие краплака возьмем пока все что-то добавлю расскажу так я скомпоновал рисунок то этой траве его рисовать в соломке вот в этой как бы домой приведу пускай дома он сидит все подсохло можно рисовать карандашиком карандаш и вот прям нарисую как чтобы он в щели сидел у плинтуса в дырке так сейчас сначала тесно не было этого мышонку как мышонок самое главное здесь голову найти ему место чтобы тесно не было композиционно чтобы не делать его на весь хвост не делать его совершенно маленьким хотя он конечно и маленький вот так вот он должен занимать какое-то какое-то место то есть обрубаем ему границы где он будет у нас находиться я вот ноги не буду рисовать он будет мне из щели вот так вот высовываться головку определяем размер головы собственно центральная линия вот здесь хорошо вырисовать тут центральная линия тут он не он не в ракурсе он смотрит на нас поэтому берем центральную линию с небольшим углом не прямо немножко с углом не строим уже вот к этой центральной осевой линии строим ушки ножки глазки так ну что такое набросал не не перестарайтесь с карандашом с грифелем на полотна поверхности грифель во первых он окрашивает краски светлые серый оттенок уводит во вторых к нему не очень хорошее прилипание так что все излишки какие есть тряпочки или сухой кистью желательно снять так ну примерно я набросал так приблизительно буду работать кистью управлять теперь убирали пару кисточек себе несколько кисточек вот их в масле они у меня в масле хранятся очень удобно под задачу беру несколько штук выбираю каких-то там вот от прошлых занятий от прошлого моего рисования осталось вот протер чуть-чуть все она готова к работе еще что-нибудь средняя кисточка понадобится такая небольшая нежная кисть это хранить не обязательно не желательно они закручиваются вот например какие-то вот такие тоненькие всякие них приходится мыть иначе она загнется и будет и можно поровнять но как бы лучше проще масле . желательно чтобы у вас была двойная масленка в одной должен должен быть просто разбавитель для мытья кистей кажется у меня это да вот это для мытья кистей здесь тоже разбавитель например для укрепления смесей так то есть в одной болтая не мы просто например отмываем кисть что-то нужно отмыть если разбавить краску берем отсюда очень удобно так мышонку берем под малючек под шерстку какой-нибудь создаем смотрим на умбра можно умбра наверное с марсом оранжево пробую сначала темнее берем темные части темные вот даже вот такие хоть мышонок и серые но вот здесь он такой желтенький коричневый хороший у меня времени совсем мало на на этот этюд как бы возможно часа два у меня есть может быть вечером чуть-чуть еще минутку будет мне что нужно будет убегать поэтому все будет очень быстро какие-то коричневые оттенки среднего тона где-то темные а так вот достаточно светлые краски свет у нас на фотографии по крайней мере контровой слева вот тут придется что-то тоже думать придумывать значит тень какую-то от него пущу так черный берем для серых оттенков у него полно таких сероватых теплых серых оттенков в шкурке и все время веду контроль с белилами через белила работаю чтобы краски не были темными к тому же уже немножко окрашенный холст белый холст помогает он зажигает краску то есть вот это нужно учитывать на белом холсте краска еще темные тем темные оттенки достаточно так светло смотрится на колерованных не так светло то есть она немножко это нужно учитывать то есть замес должен быть такой с учетом той поверхности на которую ты кладешь которым потом ляжет так розовые немножко оттенки есть в сером розовый серым вот я утрирую и там такого может быть нет не такие оттенки по по насыщенности я немножко добавляю усиливаю чтоб мышам был цветной мазок короткий никаких растираний пока что просто работаем мазочку примерно сейчас мы разбрасываем я разбрасываю основные как бы оттенки пятна забиваю без пока что без объяснений по уточнению потом буду немножко уточнять по ходу я саму форму рисунок и так далее так индийская желтая нужно так нужно что-то синенькое холодное трамарин немножко возьму так можно тоньше растираем краски желательно чтобы потом не мешало носить какие-то оттенки и работать делаем чуть темнее чем нужно поскольку по верху пойдем на высветление так лапки розовые тепло розовые берем розовый и утепляем чем-нибудь намек на розовый конечно не чистый и в чистом виде так в районе но носика тоже теплая розоваток красно-коричневый оттенок так глазки глазки делаем побольше чтобы на крысенка похоже не было не получилось глазки у мышей относительно головы достаточно большие наверное на фотографии большие так без берем какую-нибудь умру или даже можно черненького добавить вот в этот в марс я пользую использую свое изобретение муштабель очень удобно вот его прикрутил прямо покажу прикрутил прямо к этому как это называется бегает очень очень удобно просто идеально и не мешает и всегда по-другому и большое очень большие покрывает эти поверхности методы лампы прикручены сейчас попробую показать вот у меня и лампы здесь прикручены сегодня пасмурный день и удобно достаточно подсветочки вот с такой работать лампа хорошая то есть нам должно быть обязательно хорошей цветопередачи об этом у меня есть видео так и вот мы этот самый как его мольбер масштабель по ссылка есть на покупку этого масштабеля у меня в описании итак глазки большие не потеряете вот эту линию центральную и к ней соответственно вот эти два глазка два глаза два уха не прямо а под соответственно углом то есть под прямой вот линии вот даже я немножко не чуть-чуть увел сам увел то есть параллельно по перпендикулярной линии сразу плечо поставлю какой-нибудь тепленький в глаза чтоб уже глаза смотрели и на выходе на фотографии этого не заметно вообще все вот такого рода объекта немножко полупрозрачный можно сделать что-нибудь выход света грубо говоря вот выход блика немножко или красненький или там утеплить как бы с обратной стороны вот этого выпуклой части чуть-чуть подложить какой-нибудь обычно теплая краска тем самым показываем выпуклость и полупрозрачность вот этого как называется стекловидное тело или как это почти у всех особенно животных это видно у лошадей собак коров так контур ушей тоже они засветятся вот эти волосочки маленькие на свету тоже нужно будет сразу можно положить краску там это белым светится на фотографии мы утепляем за это возможно бы не было белыми не работаем носик так две маленькие дырочки носики теневая краски я особо не не мешаю очень похожими приблизительно кто там видел эту мышь она и такая и такая может быть а в живописи и подавно так там какой-то ротик есть так вот делим пальчики вот это вот цветовая подкладка умбра очень здорово помогает во первых ее можно где-то оставлять как полноценный цвет вот на ней очень хорошо перетирается краска в тонком слое приобретает легкий оттенок в отличие от белого который очень жестко все зажигает там фиолетовый так фиолетовый оттенок зеленый так зеленый то есть усиливает этот наоборот снижает немножко подкладочка снижает эти оттенки цветовые и объединяет и хорошо и вот не видно вот этих вот я прям жесточайшая жесткая жесткая щетинка делаю даже на темной краске на белом тут беленькие будут полосочки на вот этом обристые и они уже не фальшивят уже нет этого жестких полосочек таких это очень хорошо на белом конечно труднее работать точнее на цветном труднее работать по крайней мере разбирать набирать пятна большие то есть гамму создавать почему труднее ну поскольку не очень понятно пока все не забито что-то нарисовал как на белом немножко более понятно и соответственно когда работаешь по цветному особенно по темным цветным подкладкам нужно думать на палитре сравнивать с белыми с черными там еще с какими-то это слегка немного труднее но это очень правильно когда ты начинаешь думать в рамках палитры постепенно сравнивать друг с другом оттенки как бы ну и относиться к таким оттенкам к таким краскам как камертону как белый черная краска вот это цветные камертоны к которым тоже нельзя нежелательно приближаться работать на таких спокойных оттенках сначала это трудно потом это это одно удовольствие так ладно мышка я пока ее оставлю сейчас чуть-чуть чуть-чуть сделаю фон так штрихать опять же я вернусь к прелестям вот этого умбра или какого-то другого цвета спокойно мог бы оставить вот эти вот звездочки недокрашенные легко я может быть и так и сделаю так щель половая и плинки попробую показать так щель у нас темно темная будет серовато умбристая вот я беру эти краски смотрите вот я не сюда кладу я не пойму ничего хватает оттенка не хватает я вот я вернусь о чем я только что говорил я думаю через палитру берут цвет дыры ну тут достаточно темный вот и подбираю он должен быть в меру темный не приближаться к черному ни в коем случае иначе вот реально дырой смотрится в картине вот и в том в том же и в том же плане не одновременно не ярко не насыщенно не было излишней насыщенности даже зеленый оттенок дерево любит зеленые оттенки пускай будут зеленые так умбра так цвет пола теплая умбра чуть-чуть можно разбавлять краску так тень пущу какую-нибудь тень от мыши тень длинная пускай будет так вот одна доска на одного оттенка вторая доска в полу конечно другого оттенка пусть будет сероватая вот в эту же краску в этот же замес также по форме по форме то есть не так и плинтус что у нас тут плинтус плинтус так вот немножко получается поделать нормально так мышонок это где так мышонок упал на полку удачно нижней стороной так вот я прикручу его чуть-чуть придавлю а кстати не обязательно придавливать смотрите чтобы не было вот я в свой мольберт вкручиваю вот такие саморезы снизу вот на них чтобы такого не происходило очень хорошо держится как бы на весу вот нужно придавить все она впаялась уже такого не будет при давлении на этот угол они уже держатся вот и плюс еще они на полсантиметра сантиметр вверх поднят холст можно спокойно не замазывая сам мольберт работать с нижней стороны так вот тенет мышонка все это будет высветляться то есть сначала чуть темнее делаем замесы под эти доски потом посветлее пойдет потом посветлее пойдет так из мишки снимаю если есть опять же опять же возвращаюсь к этой до грунтовки с оттенком вот я снимаю звездочки появляются но они не не критичны в отличие от белого белые не всегда хорошо так то о чем я говорю вот можно немножко обезмаслить поверхность поверхность то есть снять излишки масла пигмент мало в тряпку идет а вот масло хорошо идет то есть на ну процентов 40-30 с поверхности идет масло с красок все сейчас остался пигменты небольшое количество краски и тем самым более-менее удобно станет работать подальше даже ну вот я не знаю ну камеры конечно не возьмут но тут действительно вот уже такая вот тонкий-тонкий слой этой краски с которой удобно и укладывать и добавлять чего-то и работать на уточнение так можно попробовать чуть-чуть доработать то что за мышью мягкой кистью уже можно вот так писать немножко вот так творожественным мазочком я не знаю как все не придумаю как назвать этот мазок то есть он рыхлый слово некрасивое творожество тоже сомнительное такой вот воздушный возможно мазочек то есть по темной краске более светлыми густыми красками вот так вот начинает звучать поверхность такими звездочками ну вот я не знаю кору дерево хорошо рисовать прочие всякие моменты именно именно вот таким способом он как то есть то есть он он тоже не Продолжение следует... Трещинки в дереве можно жиденькой краской подобрать главную температуру, чтобы они были очень горячими И так же в перспективе все сходится, не просто в одну сторону На горизонте они сойдутся в одну точку А плинтус, если это намек на плинтус, он тоже приподнят, тоже уходит в свою точку Аплодисменты 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 Так, оставлю пока фон Да, английская красная Вместо красной лучше использовать для таких не очень ярких работ Хочу рефлекс такой пустить от мышки, от спины мышки на поверхность вот этой дырки, щели И вот здесь будет тёплый рефлекс, дальше расходится в холодный Рефлекс это отражение И предмет даже такой мохнатый, как мышь Это зеркало, которое отражает разные-разные-разные участки То есть влияет окружение, как и на дерево, и как и на всё Вот эти вот все дела Об этом я говорил во всех фильмах В общем, сейчас мы просто некогда, к сожалению, останавливаемся на этом Карандаш Вот смотрите, мягкий карандаш очень хорошо Помогает не как основное средство, но как дополнительное немножко вот что-то Подчёркать Так-с Так-так, теперь мышка Опять берём Уже всё более-более ответственно, что ли Занимаюсь мышкой Да, вот я создаю, у меня плохая привычка От мистер-классов Я веду мистер-классов много Я очень тороплюсь, там всё время такой царит, но постоянно с учениками Я беру, на такой момент очень важный Я всё время беру, мне нужен какой-то оттенок Я его создаю Я беру, ну вот, например, нужен какой-то оттенок Я по привычке беру жёлтый, мешаю его Прежде чем глянуть, а вдруг этот цвет есть на палитре По идее, мы так должны работать То есть не создавать новое, а присмотреться к какому-то оттенку Вдруг он где-то есть Ну вот данного нету, но вот ещё в принципе Данного того, чего я хочу смешать Может он есть То есть его нужно зацепить Какой-нибудь серенький, взять его То есть не создавать новое Это экономит время, экономит краски И самое главное Это Опять же Воспитывает Чувство цвета То есть вы сразу подумали Как бы мысленно перенесли вот этот оттенок С образца с натуры или с картины На палитру в голове Нашли его, зацепили Разработали Ну, показали В общем, нарисовали Вот это важно Это как бы важно И на этапе Вот сейчас у меня Это как плохая привычка Уже она практически неизлечима Но можно излечить А кто начинает Лучше вот так вот То есть Смотреть свою палитру Искать этот оттеночек Если краски достаточно Взять его, подчеркнуть ножиком Или кистью зацепить И разнести Разнести И покрасить Накрасить Так, вот такие розоватые Спинка почему-то розовенькая Щечки серенькие И серо-розовые Морточку опять же Маленькую делаем В общем, важно Можно вот эти пропорции собрести Чтобы крысеныш Не получился Опять же Я там не знаю, какая крыса Но поскольку она больше Соответственно, будет носить Меньше И глазки меньше Нам нужно вот это все Пропорции постараться Оставить Вот крыса Вроде был уже когда-то Вот Я промокнул тряпкой Сейчас ничего не мешает Особо накладывать Новые оттенки Новые краски Не так мажутся То есть достаточно удобно Я тебе сказать Что это как бы Работа по-слухому Но тем не менее Уже немножко не так Все плывет Все плывет Все мажется Строительную Горю Такими кисточками Стараемся работать Которые немножко Не собраны Щетинками Вот эта школьная кисточка Которая Немножко не собраны Края Ее, кстати, можно Погрызть еще ножничками Чтобы была имитация Чуть-чуть Ворсинок Вот этих Шерстинок Ушко просвечивается И здесь просвечивается Такими теплыми Тепло-серенькими Не горячими Смотрите Не перерчить Я даже не беру Перебор Путики А, вот тут у нее мыши Ухо порванное Вот я тут на камеру покажу Я не видел Так что Эта мышь бывалая Это не мышонок Так, минутка рекламы Опять же Я про своему штабелю Прямо не радуюсь До того Удобно работать У меня руки-то Не очень работают Зрение не очень Вот с помощью Вот этой штукенции Работать с одной удовольствием Все рекомендую Правда Я не навязываю Другие какие-то свои вещи У меня есть еще какие-то То, что я продаю Грунты Кисти Еще кое-что Вот это Вещь То, чем я горжусь У меня есть патент На вот эти вещи Эту штуку Я потом сравню Покажу на камеру Как отличается Вот эта мышка От этой по оттенкам Ну, по форме Это понятного Отличается По оттенкам И вам станет Возможно Понятно Что далеко Не стоит Все силы Ложить на поиск Точного оттенка Она Работа должна быть Цельной Вот здесь Вот цельной Оттенки Не должны противоречить Вышибать Как бы Не знаю Фальшивить Какие-то места Это важно А вот Натура Она может уходить Очень здорово Или целиком В какую-то В холодную Теплую сторону Или же наоборот Ну, не важно Куда Или это очень цветно Можно писать Или наоборот Очень сдержанными Средствами Что-то показывать То есть Это в живописи Допустимо И даже приветствуется То есть Какая-то особая Похожая Фотографичность Это трудно И Как ни странно Не всегда нужно Далеко не всегда нужно Так Насколько я знаю У них есть хвостики Как-нибудь Как-нибудь Сюда Попробую Навернуть И тень Под хвостиком Так Уже можно Лайнером Попробовать Усишки Вот эти Вот Такие Достаточно Длинные Нужно Лайнером Можно попробовать Царапать Тоже Как вариант Да А можно И так И так 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 Ну вот и все На сегодня Мне пора Бежать Около часа с небольшим я работал В принципе, я доволен, возможно, я закончу когда-нибудь этого мышонка Жена тем более будет довольна Вот такой будет жить у нас в спальне Рисуйте животных, это очень несложно И доставляет очень большое удовольствие А на этом все, с наступающим Новым годом Всего вам самого наилучшего И до встречи в Новом году, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok